Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Перед началом нашего обзора желаю всем хорошей, продуктивной торговой недели. Итак, давайте начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар в четверг и пятницу важная составляющая той тенденции, которую мы видели. Мы не смогли увидеть обновление локальных максимумов, то есть максимум 23 мая обновлен так и не был ни в четверг, ни в пятницу. И, собственно, сегодня с открытия уже торгуемся вблизи отметки 11.62, что в свою очередь нам дает косвенный сигнал на то, что пара пока не готова идти дальше вверх. И в ближайшей перспективе мы можем увидеть уход ниже отметки 1.1159, то есть закрепление за этим уровнем, что ознаменует нам начало коррекции по паре евро-доллар. Ну и что в свою очередь нам в дальнейшем позволит присоединиться по данному инструменту при выходе из коррекции. Далее пара британский фунт-американский доллар на прошлой неделе доходила до своих минимальных значений в области 1.2776, был пробит уровень в области 1.2843, это минимум, который был в первой половине мая. И на текущий момент мы можем говорить о среднесрочном снижении по паре британский фунт-американский доллар. На текущий момент более информативен для нас четырехчасовый таймфрейм для того, чтобы определить следующие цели по данному движению. По нисходящему движению ближайшая цель это уход ниже отметки 1.2759, но и вблизи данного уровня мы сможем увидеть попытки восстановления уже британского фунта и с последующим продолжением восходящей тенденции. Но если пара уходит ниже отметки 1.2770, это минимум, который был зафиксирован 21 апреля, то вероятность движения дальше в области 1.26 уже будет выше. Но вблизи этого уровня, как я уже сказал, мы можем получить сигнал на продолжение восходящего движения по данной паре. Но на текущий момент ближайший коррекционный уровень, который мы можем отметить, находится на расстоянии порядка 180 пунктов от текущей цены в области 1.30, в области максимум, которые были зафиксированы в прошлый четверг. Поэтому будем отслеживать динамику развития по паре британский фунт и американский доллар и уже в наших следующих обзорах посмотрим, как будет развиваться ситуация по данному активу. Пара австралийский доллар и американский доллар не смогла, напоминаю, в четверг уйти выше максимума 23 мая. То есть на текущий момент мы получили подтверждение на начало нисходящее движение по паре австралийский доллар и американский доллар с ближайшей целью движения в области 0.7327. И ближайший коррекционный уровень по данному активу находится на максимумах пятницы в области 74.63. Пара американский доллар и канадский доллар продолжают также свое нисходящее движение. В пятницу не смогли обновить локальные минимумы, поэтому на текущий момент разворотный уровень по данному активу остается в области 1.3540. Тенденция на снижение также продолжается. Пара американский доллар и японская иена в пятницу ушла ниже минимума в четверга, подтвердив следующий импульс. И ближайшая цель на текущий момент на ближайшие несколько дней это закрепится ниже отметки 110.88 в качестве подтверждения следующего нисходящего импульса. И ближайший коррекционный уровень по данной паре находится в области 112.11. Это максимум, который был зафиксирован 24 мая. Пара еврофунт на фоне снижения британского фунта и на фоне укрепления, пусть и медленного, но все же укрепления евро, последние несколько торговых сессий также показывает рост и фактически дошли до отметки 87.49. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление евро по отношению к британскому фунту продолжается. Ближайшая цель это уйти выше отметки 87.81. Но вблизи данного уровня мы также можем получить признаки начала коррекции, поэтому здесь нужно быть внимательными по данному активу, по данному инструменту. Ближайший уровень, которым сейчас мы можем отметить, находится все так же на минимуме 24 мая в области 86.04. Индекс DAX на текущий момент находится в краткосрочном нисходящем движении. В пятницу ушли ниже отметки 12.587, ниже минимум, в котором были зафиксированы 25 мая, 23 мая. Поэтому на текущий момент в краткосрочной перспективе тенденция на снижение будет, на мой взгляд, в приоритете. По крайней мере, до тех пор, пока мы не увидим закрепление выше отметки 12.712 по данному инструменту. Золото, в свою очередь, в пятницу уходит выше отметки 1264 доллара за тройскую унцию, что подтверждает следующий импульс уже на укрепление данного актива. Следующая цель по золоту – это 1270 долларов, 1288, ну и дальше 1295 долларов за тройскую унцию. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление также остается в приоритете. Нефть марки Brent после падения, который мы увидели 25 мая, на текущий момент в краткосрочной перспективе восстанавливается. Локальный максимум, который был зафиксирован в пятницу – это область 52.37. Если сегодня в течение дня мы увидим уход выше и закрепление за этим уровнем, то мы сможем говорить о начале краткосрочного движения на укрепление по нефти и завершении коррекционного движения, которое мы, собственно, видели на прошлой неделе после ухода ниже отметки 53.15. Ну и индекс доллара также продолжает попытки закрепиться за отметкой 97.40. Вполне вероятно, что ему это удастся в течение сегодняшнего торгового дня, но уже посмотрим, как будет развиваться ситуация. На текущий момент тенденция на ослабление остается в приоритете до тех пор, пока пара не закрепится, прошу прощения, пока индекс не закрепится выше отметки 97.38. Уже первые попытки в начале торговой сессии этого мы видели. Итак, коллеги, напоминаю, что сегодня понедельник, поэтому в 19.30 состоится вебинар, на котором мы более подробно разберем все те инструменты, о которых сейчас поговорили. Зарегистрироваться вы можете по ссылке, которая находится под этим видео, на сайте Admiral Markets в разделе обучения, вебинара, вы также найдете ссылку для регистрации. Итак, всем еще раз желаю хорошей торговой недели и увидимся уже на следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания.